Ли Фигаро, Франция, почему Путина не пригласили на празднование высадки союзников в Нормандии Бенедикт Люта Ли Фигаро, Франция 6 июня 2019 года В среду лидеры 15 стран собрались в Портсмуте по случаю празднования высадки десанта в Нормандии 6 июня 1944 года На церемонии присутствовали главы государств, представляющие союзные державы Второй мировой войны Тереза Мэй и Елизавета Два от Англии, Дональд Трамп от США, Эммануэль Макрон от Франции и никого от Советского Союза Президент России Владимир Путин не был приглашен ни в Англию, ни во Францию Чем объясняется отсутствие российского лидера, учитывая, что СССР сыграл ключевую роль в победе союзников Это вызывает много вопросов, учитывая, что Владимир Путин присутствовал во Франции во время 70-й годовщины высадки в 2014 году Это был наш выбор Было много поводов и торжественных церемоний, таких как 11 ноября, заявил несколько дней назад Елисейский дворец Другой причиной отсутствия приглашения является руководство церемонией премьер-министром страны Эдуардом Филиппом, а не президентом Франции Наконец, подчеркивается, что год заканчивается на цифру 9, а не на 4 И что президент России приглашается только на празднование круглых дат Если опустить дипломатические формулировки, как истолковать эту изоляцию российского президента Путин принимал Си Цзиньпина в России и это непостижимо, заявил Жан Деглинясти Ян Деглинясти, бывший посол Франции в России Однако дипломат отмечает, что в это самое время Владимир Путин принимает президента Китая Си Цзиньпина во время его официального визита в Россию с 5 по 7 июня Плюс к этому Си Цзиньпин является почетным гостем на Петербургском экономическом форуме, который проходит с 6 по 8 июня на фоне торговой войны между Китаем и США Это очень символично Вместо того, чтобы ехать на Запад для празднования победы над нацизмом, Путин будет принимать китайцев в Москве, а затем в Санкт-Петербурге, продолжает бывший посол Не является ли отстранение от участия в данном событии, подчеркнуто сфокусированного на Франции, Великобритании и США, результатом выбора Путина развернуться в сторону Китая и Востока, бойкотируя Европу и западные демократии Дестабилизация мировых балансов Денис Песчанский, историк и специалист по Второй мировой войне, придерживается похожей точки зрения По его словам, Путин не был приглашен по политическим причинам, из-за его стремления дестабилизировать европейскую и американскую демократию при помощи вмешательства в выборы и дестабилизации мировых балансов Особое внимание было уделено трем этапам, 5 июня английский день, 6 июня французский день с церемонией на американском кладбище в Калвиль-Сюрмер, совместный обед Макрона и Трампа в Кане, отмечает Денис Песчанский Таким образом, анализирует историк, цель президента состоит в том, чтобы обозначить французское героическое происхождение этого события Более того, речь идет о демонстрации двустороннего диалога между президентом ведущей мировой державы и президентом Европы Также Мария Захарова осудила чудовищное переписывание истории, отводя, по ее словам, в фильмах и статьях, решающую роль США и их союзников в поражении Германии По ее словам, высадка в Нормандии не оказала решающего влияния на итоги Второй мировой войны, уже обозначенные победами Красной Армии, прежде всего в Сталинграде и Курске По мнению Дениса Песчанского, неприглашение является серьезным сигналом, который идет вразрез с исторической реальностью Это унижение для русского и советского народа, учитывая масштабы лишений и вклада советских войск в июне 1944 года на Восточном фронте Наступление, которое началось в Белоруссии несколько дней спустя после высадки десанта Немецкие войска были заблокированы и больше не смогли продвигаться на запад Решающий наступление советских войск договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, также известный как Пакт Молотова, Риббентропа Внезапно прекратил свое существование в 1941 году, когда Гитлер решил вторгнуться в Советский Союз Развязав жестокие бои и осаду российских городов до того как Сталин смог пойти в контрнаступление Эти советские наступления запустили германскую военную машину, поддерживая на фронте миллионы нацистских солдат Российские власти на протяжении многих лет осуждают, что Запад забыл о 27 миллионах погибших советских людей во время Второй мировой войны Согласно опросу агентства Франц Пресс, проведенному после окончания боевых действий в мае 1945 года, 57% французов считали, что Москва внесла самый большой вклад в победу над фашизмом Спустя почти 6 десятилетий, в 2004 году, когда Путин впервые представлял свою страну на праздновании высадки десанта Только 20% французов по-прежнему считали, что Советский Союз выиграл войну 58% считают, что решающую роль сыграли США, которые потеряли 400 тысяч человек в боях в Европе и на Тихом океане Запад бойкотирует праздник 9 мая в России Великая Отечественная война в России остается источником огромной гордости за страну Символ напряженности между Россией и Западом Большинство европейцев в 2015 году бойкотировали военный парад 9 мая, посвященный 70-летию победы над нацистской Германией, в связи с конфликтом на Украине Однако годом ранее Путин присутствовал во Франции на 70-й годовщине высадки десанта Его присутствие стало поводом для беспрецедентной встречи между Владимиром Путиным, Франсуа Аландом, Ангелой Меркель и Петром Порошенко, названной дипломатами нормандским форматом, чтобы попытаться найти решение украинского конфликта Это был большой успех для французской дипломатии, говорит Жан Деглинясти Пять лет спустя геополитическая равновесие изменилась Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ